А у вас с нами, Александр Глебович. Александр, здравствуйте. А, добрый вечер, привет. Верите? Слышу, слышу. Да, верите в смерть Алексея Навального? Ну, трудно не верить в то, что неизбежно. Трудно не верить в то, что закономерно. Трудно не верить в то, что является таким лакомым и долгожданным, и, скажем так, необыкновенно нужным событием для Кремля. Александр Глебович, а вот прямо сейчас это событие было необходимым и нужным? Вот есть такой трек от сторонников Кремля. Та же Симоня, например, все время говорит, что вот сейчас вот говорит буквально, что ну а что, это сейчас Кремлю вообще было не нужно. В чем сейчас нужность, необходимость для Кремля убивать Алексея Навального? Друг мой, вы никогда не жили в аквариуме? Нет. Нет. Вот если бы вы жили в аквариуме, вы бы, вероятно, поняли, что для вас принципиальное и важнейшее значение имеет только мнение рыбок вокруг. Да? А все, что происходит за толстыми стенками, вас абсолютно не интересует. Путину, вас абсолютно не интересует. Путину абсолютно наплевать на всех этих Сунаков, на всех Байденов. Он живет в своем мире, где основная его надежа и опора, где основные его козыри, то есть вот озверевшая патриотика, озверевшие скрипоносцы должны были получить его сигнал в том, что он не дрогнет, что он пойдет до конца. И наилучшим сигналом было убийство Навального, потому что это, ну, скажем так, с точки зрения Кремля, великолепный стеб над всем миром, великолепное доказательство того, что так называемая Россия не намерена шутить и останавливаться, это демонстрация предельной, как они считают, силы. Им совершенно наплевать на скандал, им совершенно наплевать на то, что три дня в каких-нибудь совбезах, ООНах и других забавных организациях будут трясти бородами возмущенные политики, им совершенно безразлично мнение либеральной и западной прессы. Они давно со всем этим порвали. Вы этого просто пока не понимаете. Они ориентируются на другое. Им нужно укрепить, закрепить, сплотить опричников, одновременно еще раз пугануть Россию, причем пугануть так, чтобы она присела бы в ужасе. Да, конечно, плакать будут по углам, под плинтусами будут плакать, переживать будут, вздыхать, делиться этим, этой жуткой новостью. Но бояться-то будут еще сильнее. В марте он может выиграть только на страхе. Вот и все. Это стопроцентно выгодно. А то, что там на публику пишет Симонян, Рекрасовский, но это же не надо воспринимать всерьез. Это же люди, которые... Да, закончите мысль, пожалуйста, извините, я вас перебил чуть-чуть времени. Это люди, которые все равно, поймите, да, я уже многократно говорил, имеет смысл интересоваться мнением друзей или врагов, без разницы, но свободных людей. И мнение рабов не представляет никакой ценности и никакого интереса. Эти люди сейчас живут под гипнозом дичайшего страха. Могут ли они сказать что-нибудь другое, да? Вот оценивая реплику любого персонажа, всегда прикиньте, может ли этот персонаж сказать что-нибудь иное. Нет, он лишен такой возможности, у него отберут жилье, имущество, работу, бюстгальтер и все остальное. И он это понимает. Поэтому то, что говорит Красовский или Симонян, не играет вообще никакой роли. Давно пора... Это может только в качестве анекдота, когда, вот знаете, тяжелый информационный день и чем-то надо в ленте за этот день подписчиков оживить, порадовать и насмешить. Вот тогда какие-нибудь бредни из Думы или бредни Симонян разместить можно. Но всегда следует помнить, что это мнение рабов, лишенных малейшей возможности сказать что-нибудь иное. Александр Глебович, скажите, пожалуйста, вот мы говорим про устрашение, про то, что это было сделано как акция устрашения для тех, кто находится в России. Но не может ли эта акция устрашения привести, наоборот, к возмущению? Не может оказаться последней каплей или той самой соломинкой, переломившей хребет верблюду? Нет. Нет, безусловно, нет. Безусловно, нет, потому что все равно люди в России, как тот же самый Навальный, многократно объяснял, они все равно живут во власти мифа, они не понимают, сколько их, они не понимают их свою силу, они не понимают свои возможности, они абсолютно диффузны, абсолютно разобщены, они боятся друг друга, жены боятся мужей, мужья боятся жен и собственных мам. О каком единстве, в каком коллективном ответе, какой последней капле мы можем говорить? Нет, конечно, нет. И плюс, не забывайте, что, вероятно, сейчас начнется и успешно будет осуществлена операция по заморачиванию уголов, про какой-то тромб, про какую-то неведомую болезнь, я вам могу сказать с абсолютной стопроцентной уверенностью, никогда в течение 20 минут до вскрытия тела невозможно диагностировать никакой тромб. тромб не имеет ярко выраженных внешностных примет и он никак не может быть назван в качестве причины смерти. Поймите, это же тюрьма, это место, где совершенно безнаказанно с человеком можно сделать все, что угодно и существует тысяча способов убийства в тюрьме. Все исполнители достаточно опытные, достаточно проверенные, повязанные многократно кровью, ядом, подлостью, пытками люди, которые никогда не откроют рта. Все то, что происходит в недрах, в СИН, включая вскрытие, включая обследование тела, любую, даже, не знаю, молекулярную экспертизу, это всегда будет нарисовано, это всегда будет сделано в угоду заказчику. Заказчик здесь один, безусловно, режим, которому чертовски надо было основной, как он считает, своей электоральной массе показать серьезность. Вы же не понимаете, что в России происходит, там действительно есть сомнения, были, по крайней мере, сомнения в твердости Путина, в его готовности действительно устроить тот ад, который был в стране в сталинское время. И он им доказал это. Александр Глебович, вот приходят новости тут Урсула фон дер Ляйен про смерть Навального. Давайте объединимся в борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмеливается выступать против автократии. В чем может быть объединение сейчас с Урсулой фон дер Ляйен и имеет ли это под собой что-то, кроме вечной глубокой озабоченности? Нет, это возможно, потому что для очень многих это, конечно, это, конечно, сигнал. В России этот сигнал будет воспринят совсем иначе, чем на Западе. Кто-то будет запуган до смерти, но кто-то будет и по-сумасшедшему обрадован. Вот вспоминайте в таких случаях тот самый страшный пример, когда в ответ на обрушение башен близнецов плясали, танцевали, радовались и жгли фейерверки в странах радикального исла. И примерно такая же реакция на всех серьезных, у всех серьезных сторонников режима, у всех, кто сделал свою ставку на путинизм, а это очень многие люди. Мы видим, как легко они ломают любых знаменитостей, любых писателей, любых актеров, которые находятся в зоне их просто вот физического досягаемости. Физической досягаемости. Поэтому нет, конечно, все равно это сыграет. И все равно Запад в очередной раз получит очередное доказательство невменяемости гитлеризма и преступности Путина. Какие будут сделаны выводы, не знаю. Пока мы видим, что Запад ведет себя предательски, глупо, трусливо, нелепо. Он просто не осознает масштаб и ужас проблемы. Как не осознавал масштаб и ужас проблемы в 38-м году или в 37-м или в 36-м, когда объявлял Гитлера Человеком Городом. Александр Глебович, еще такой момент. Мы говорим в том числе и про те самые элиты, сплоченные вокруг Путина. Тем же страхом они не могут после такого решить, что это может постигнуть и их в том числе? Они понимают, что это может постигнуть и их даже без такого звоночка. Они живут с абсолютным ощущением смерти, которые спит с ними в одной кровати, сидит с ними на одном унитазе, ест с ними из одной тарелки. Они знают Путина и они знают, чего от него можно ждать. Он слишком много дал доказательств своей маниакальности, упрямства, беспощадности, садизма, если угодно. Поэтому если мы говорим о самом близком круге, нет, это для них не новость. Но вот все остальные, а это огромная вертикаль, вдруг задумайтесь о том, сколько в России чиновников. Десятки тысяч чиновников. Совершенно верно. И каждый из них ощущает себя молекулой Путина. Каждый из них ощущает себя вовлеченцем во всю эту подлость. И разумеется, для них, равно как и для тех православных радикалов, для всех зюганутых, это очень серьезный знак и напоминание, что пощады не будет никому. потому что если он решается, он принимает силу скандала, принимает девятый вал этого скандала и предельность этого скандала, но именно в предельности, в девятой вальности есть и вызов миру, мир почему-то не хочет этого видеть, и одновременно сигнал своим, что я пойду до конца. Александр Глебович, тогда вопрос, а что дальше? Ну, насчет дальше, мы пока давайте не будем загадывать, дальше будет еще один сюрприз перед выбором, и несомненно. Я, когда говорил в экстракте и в своем телеграм-канале про обязательность еще одного сюрприза, имел в виду не смерть Навального и не очереди за подписями Надежды. Но сейчас событие, понятно, что Путину нужна победа. Сегодняшний день это такой тихий день победы. И сегодня, вероятно, кремлевские куранты вместо обычного звона будут звучать как хлопки фужерами игристого. Как хлопки открывающегося шампанского. Ведь то, что предлагается в качестве победы, там, какая-то Авдеевка, да, мы полны все, безусловно, уважения, любви и сострадания к жителям Авдеевки. Мы понимаем, что это был чудесный, прелестный, маленький, ничтожный по сути своей городок, я имею ввиду в масштабе всей Украины, в масштабе этой войны. И что успех с овладением квартала в Авдеевке это не та победа, которую хотелось бы кому-нибудь предъявить Путину, уже потеряв 400 тысяч убитых на этой войне. Поэтому ему нужна была победа, ему нужна была демонстрация его маскулинности, демонстрация его несокрушимости и его готовности идти до конца. Что будет дальше, я не могу вам ответить, отчасти потому, что не хочу этого делать, отчасти потому, что все время примешиваются некие факторы, которые смещают картину по времени и вектор, я думаю, вам очевиден самому. Рассчитать и предсказать финальную точку этого вектора тоже нетрудно. И мы все это уже можем делать. Но вот как долго все будет происходить, очень сложно сказать. спасибо большое. Александр Глебович Невзоров, журналист-публицист был с нами на связи. Спасибо за ваш комментарий и время. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше, еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас. Субтитры сделал DimaTorzok